Всем привет! С вами МША. В прошлом видео я вам лишь издали показал Орловскую водонапорную башню и за некоторое время мне все-таки удалось получить разрешение. И сегодня мы находимся на территории Орловской водопроводной насосной станции и посмотрим эту замечательную водонапорную башню, а также некоторые объекты, находящиеся на этой насосной станции поближе. На территории города Пушкин находятся две идентичных башни. Это вот такая вот Орловская водонапорная башня и Певческая. Певческая находится в несколько более печальном виде, а вот эта башня находится на территории водоканала, отреставрирована. Сама она не участвует в процессе доставки воды сейчас, но тем не менее, когда жив был Орловский водопровод, она была задействована по полной программе. Что она из себя представляет? Это непосредственно само здание башни. Вот оно уходит наверх. Потом вот здесь, поближе, вот оно. Это такая пристроечка. Здесь находились служебные квартиры, то есть в которых должны были жить работники, либо разные инженеры, но тем не менее, как бы квартиры были живые и использовались до некоторого времени. И два флигеля. Вот, пожалуйста, правый, левый. В том флигеле, в левом, находится распредустройство, то есть он принадлежит Ленэнерго, и там, как бы, туда мы не пойдем. А мы с вами побываем вот в этом правом флигеле, ну и, соответственно, естественно, поднимемся на самый верх башни и посмотрим, что в ее внутренностях находится. Теперь мы немножко так пролистаем историю. Что как было? Вначале был тайцкий водовод. Ну, я не говорю про Витловский, тайцкий водовод. Вода самотеком притекала в Пушкин, утекала в пруды, отпиралась местными жителями, ведрами для своих собственных нужд, все было хорошо. Потом построили Орловскую водонапорную башню. Внизу, в нижнем ее ярусе, было установлено оборудование, паровые насосы, котлы и так далее, которые поднимали, забирали воду из тайцкого водопровода, поднимали ее наверх, в два бака верхних, расположенных на верху этой водонапорной башни, и уже вода распределялась по строящемуся городскому водопроводу. Впоследствии оборудование из этой башни было, значит, ну, грубо говоря, там оно было остановлено, оно было там демонтировано уже, неважно, было построено здание вот этого машзала, и построен вот этот резервуар. И функция снабжения города водой переключилась вот как раз на вот эти вот сооружения, которые мы видим перед камерой. А сама башня утратила свое назначение и просто стала служить красивым таким архитектурным памятником. В башне находятся два бака, верхний и нижний, но все это связано с тем, что город имеет различный рельеф, и нижний бак, более низко расположенный, предназначался для питания южной части города, это где, так сказать, его вокзал находится и так далее, он там находится на более нижней отметке, поэтому и в воде проще туда было поступать. А верхний бак, он как бы служил резервным, запасным, и предназначался для запитки водой в случае чего самого царского села, вот ближе расположенного к этой башне. Вы хоть сами поняли, что я сказал? Я понял. Один бак основной, который питает дальнюю, южную часть города, нижний, а верхний бак питает ближнюю часть города. Ну что ж, дорогие друзья, а сейчас мы пройдем внутрь башни. Нам все-таки это удалось, вы сами понимаете, и посмотрим, что же там находится. Мы попали в правый флигель этой водонапорной башни. Видим, что здесь на самом деле сделан ремонт, все очень даже цивильно, и прямо даже не поймешь, что ты находишься в сооружении постройки конца 19 века. Ну и буквально пройдя из цивильных отремонтированных помещений, мы попадаем в такое интересное помещение под названием диспетчерское. Видим мнемоническую схему, но это так называется, на самом деле здесь представлены все необходимые резервуары, насосы и так далее. То есть раньше здесь сидел оператор и мог управлять всем необходимым технологическим оборудованием для своевременного подачи воды туда, куда нужно. Сам оператор сидел вот за этим столом и любовался на эту схему. А теперь вы видите, как модернизация уменьшает размер занимаемого оборудования площади. Вот, пожалуйста, компьютер, на нем та же самая мнемоническая схема в более развернутом плане, и можно спокойненько управляться, сидя за этим маленьким столиком. Так что прогресс экономит площадя. Так, а мы с вами вышли из флигеля и направляемся непосредственно в само помещение, в само здание водонапорной башни, то есть вот центральное ее участок, центральное ее ядро. Мы заходим в дверь и видим вот такую вот лестницу, которая уходит многочисленными пролетами наверх. Сейчас по ней поднимемся. Преодолев несколько пролетов, мы оказались на такой площадочке, и дверь. Темно. Что мы сейчас на ней увидим? Ага, взгляд сразу упирается в бак клепанный. Но сразу можно понять, что он еще времен царской империи. Явно нифига не современный. Сейчас мы обойдем вокруг, посмотрим, насколько он велик. Ну, согласно сведениям, полученным мной, в этой водонапорной башне находятся два бака, два резервуара, емкостью каждые 400 кубометров. Вот мы сейчас видим один, и сейчас мы поднимемся чуть выше, там вот видно донышко второго. Очень добрая такая арматура. Просто душевная. Чугуней. Бак номер два. Но мы не останавливаемся в своих исследованиях. Мы видим чудо-лесенку, которая поднимается еще выше. Естественно, мы не применим подняться на ней. Ух ты! Круто! Итак, лесенка снизу, оба бака снизу, а мы находимся в таком помещении, уже это чердачное помещение. Здесь явно виден выход на крышу. Август 2013 года очень сильно удался. Это чувствуется, находясь в этом чердачном помещении. Потому что это уже, собственно говоря, сама крыша, которая адски нагрелась от солнца. Здесь так пекло. Тем не менее, обратим внимание, что сделана относительно новая стяжка. То бишь, этой башней занимались. немножко фото латали ее, и поэтому она не в таком состоянии, как вот рассказывают раньше, она была раньше вообще в аварийном состоянии, что очень радует. Кровля была восстановлена. Вон, кровля была восстановлена. Ух, красота! Здесь тоже, в принципе, нормально, все много эти перекрытия сделать, но поаккуратнее. Ограда красивая. Итак, ребята, мы находимся на самой высокой точке Орловской водонапорной башни. Я даже в этом таком промышленном сталке умудрился найти свою высоту. Видим, что... Что мы видим? Прекрасные, замечательные виды замечательного города Пушкин. Может быть, высота, конечно, не там 100-200 метров, но тем не менее, высота всегда приятна. А что касаемо самой крыши? Она цела, она восстановлена, покрашена. Аграда, как мне сказали, была практически полностью уничтожена. Оставалось примерно 15% от того, что было сделано при императоре. И ее восстанавливали уже по образцам. То есть, в основном, это новодел, но сделанный весьма искусно. И, в общем, не поймешь, что это новодел. Ну, а вдаль, вон там немножко видно как раз территорию водопроводной насосной станции. Что-то меня с панталукой немножко сбило. Интересно, там кто-то пытается улететь из дому, что ли? Почти надутый воздушный шар. На самом деле, я думаю, что это муляж какой-нибудь. Ну, вот, я такой романтичный. Я думаю, что это воздушный шар надувает. А это какой-то там торговый центр, оказывается, находится, мне тут сказали. И все-таки красота! Ну, ладно, господа, крыша-то хорошо, а мы все-таки углубимся внутрь. Так, ну, по поводу самих, значит, баков, резервуаров, они оба идентичны. Вот этот и тот, который расположен ниже. Что очень радует, есть вот такие вот печки. Окошки, кирпичные стены. Очень хорошо. Ну, вот, как-то так оно выглядит, да? В царское время это кирпич, в советское время это бетон, а сейчас это ничего. Ну, и как я уже говорил, в самом здании, в самой вот этой водонапорной башне, вот, вы видели такую пристройку, в которой находится несколько квартир, в которой должны были жить работники этой башни, таким образом, как бы, привлекали жителей города, да, для того, чтобы они здесь работали. С жильем были проблемы, и вот построили такое вот жилье, на самом деле, довольно просторное. Высокие потолки, это не ваши хрущевки, вот, и не наши, в принципе, тоже. Вот, но, тем не менее, довольно приятно здесь было жить. И самое главное, на работу далеко ходить не надо. Я белой завистью завидую этим людям, потому что мне два, больше, более двух часов добираться до работы, это, на самом деле, круто, когда ты вышел за дверь, и ты уже на работе. Ну, а так все довольно, на самом деле, цивильно. Здесь, видимо, санузел находился, пара раковин. Интересно, почему две? Вроде квартира одна. Это как кошерное жилище с несколькими унитазами. Бойлер. Здесь, видать, кухонка была, причем вот даже видно, печное отопление было, пожалуйста, задвижечка. Эти квартиры располагаются одна на другой, несколько квартир, планировка везде разная, но в любом случае комнаты где-то больше комнаты, где-то меньше, где-то более просторные, где-то менее просторные. Ну, и, конечно, ты никогда не забудешь, что ты живешь в водонапорной башне, потому что, заходя в кладовку, ты видишь вот такую вот массивную трубу, которая как раз идет сверху. Ну, и вот, пожалуйста, еще одна печка. Такая довольно стандартная, если бы были в музеях, они как бы довольно типичные. О, даже свет есть. Не, на самом деле, приятно, цивильно, паркет. Вывод какой? Если бы мне от работы дали такую квартиру, я бы только радовался, так приходится снимать. Так, ну, возвращаемся к этому компьютеру, который мы видели несколькими минутами ранее. Сейчас скажу пару слов про него. Это площадка четвертого подъема, то бишь, грубо говоря, четвертая насосная станция в очереди, да, вот от Нивы идущая. И перед этой Ровской водонапорной башней насосной станции располагается еще Пулковская насосная станция. Там находится точно такой же компьютер, и там сидит оператор и диспетчер, который, в принципе, видит все, что здесь происходит и может удаленно принимать различные решения, там, ну, по управлению всеми устройствами, находящимися здесь. Поэтому, в принципе, здесь, ну, сама эта башня, само все вот это вот насосная станция, она довольно-таки автономна. И здесь, в принципе, может не быть людей. Но в любом случае, кто-то из персонала обязан быть, мало ли чего случится. Как и в энергетике, так же и водоснабжение, оперативность, это важная вещь. Ну, а сейчас мы, ребята, с вами посетим здание маш-зала, машинного зала. Там находится то самое оборудование, те самые насосы, которые уже гонят воду к самому потребителю. То есть человек в Пушкине хочет попить водички из-под крана, открывает кран, течет вода, которая течет именно отсюда. Немножко рекламы, мои дорогие друзья. Подписывайся на канал Новосиб ТВ. Парень снимает грамотные летсплеи. У бедняги заплачили старый канал, так что поможем ему раскрутиться снова. Ссылка на канал в аннотации и описании к видео. Заходи, помогай. Что из себя представляет машинный зал? Это помещение, прямоугольное такое, заглубленное. То есть тот уровень ниже земли. Вот оттуда приходит вода. Это всасывающая гребенка называется. И насосами подается в напорную гребенку. И оттуда уже идет непосредственно потребителю. Насосы. Раз, два, вон они туда вдаль уходят. Причем ближние к нам два приводятся электродвигателями, питаемыми от 6 кВт, а чуть подальше там уже 630 вольт. Сверху находится кран-балка, который предназначен для обслуживания этих самых насосов, двигателей и так далее. Чтобы поднять, разгрузить и тому подобные операции сделать. Помните, я вам показывал на Орловских ключах, на Орловской водопроводной станции, что как там брали воду. Вот здесь вот такая же тема, точка отбора проб. Раз в сутки здесь берут пробу воды на всякие разные показатели. Мы с вами находимся около щита управления вот этой всей насосной станции. Рассказывать полностью, на самом деле, конечно, они не имеют смысла. Тут все не так, в принципе, и сложно, но в деталях не так интересно. В чем вообще идея? Вот этот вот монитор, показания, на котором похожи на показания монитора на Орловской водонапорной башне самой, собственно говоря, является самым главным. То бишь, вообще, на вот этот щит приходят все данные с датчиков, и отсюда осуществляется непосредственное управление работы всего оборудования. А уже сами мониторы, расположенные в водонапорной башне на Пулковской водопроводной станции, они просто отсюда снимают показания. И там можно оттуда управлять вот этим как раз щитом. То есть этот щит самый главный. Главнее его ничего нет. Автоматическое включение резерва. Замечательно. И еще раз про двигатели. Вот те дальние двигатели это 6 кВт, а вот эти на 630 вольт, и изменение скорости приводится за счет изменения частоты. Вот как раз бочки АББшные. Ну а здесь мы видим монтаж распроизводного устройства. В недалеком будущем будет резервирование с помощью дизель-электрической установки. То бишь, если пропадет напряжение, которое запитывает вот эти вот насосы, будет запущена дизель-генераторная установка, и через вот это распроизводное устройство, там вот трансформаторы будут стоять, будут запитаны те самые насосы. Поэтому, даже если вырубят полностью напряжение, если не заплатить Винэнерго, то можно будет закупить много-много-много соляры и все равно запитать город водой. Вот так вот. Добрая тепловая пушечка. Кстати, в этом распредустройстве, так, если коротко, вот это вот вакуумный выключатель, то есть устройство защиты, это похоже на трансформатор тока, это для того, чтобы к ним подключить счетчики, то есть снимать показания опотребленной электроэнергии. Ну и это просто разъединитель, вот, а там уже кабельная разделка. Ну, на самих распредустройствах, вот, пожалуйста, управление все осуществляется либо разнообразными кнопками, либо вот такими вот рычагами. На них установлены различные блокировки, так называемая система защиты от дурака, чтобы нельзя было, допустим, отключить линейный разъединитель под напряжением, иначе будет дуга, и все полыхнет очень, так хорошо полыхнет. Либо подать напряжение на такой ведущей части, на которых в это время производится, допустим, ремонт такого плана. Ну что ж, ребята, мы вкратце прошлись по территории Орловской водонапроводной насосной станции, посетили некоторые ее объекты, посетили водопроводную водонапорную башню. Сейчас мы съездим, посмотрим, что из себя представляет на данный момент идентичная этой башни под названием Певческая. Ну а вот мы находимся рядом с Певческой водонапорной башней. Как мы видим, она один в один такая же, как и Орловская водонапорная. Функции она, естественно, выполняла те же, ну и в общем, ну все, просто копия. В отличие от водонапорной башни, ей повезло меньше. Долгое время она стояла брошенной, легкодоступной, ну и, естественно, вы сами знаете, во что превращается здание, в которое можно легко попасть. В гадюшник, правильно. Но такой объект, естественно, в брошенном состоянии, потому что буквально вот за тем углом находится дворцовый парк Лицей Пушкина. Ну, в общем, это самый такой центр, исторический центр города Пушкин, поэтому зданием этим занялись. И в скором времени здесь будет ресторан. Причем занялись довольно зданием серьезно, то есть сейчас ведется его полная реставрация, капремонт и ресторан. Ну, а что бы нет. Главное, что по крайней мере его не снесут. И так как на напорной башне современной жизни в принципе особо не нужны, потому что насос великолепно справляется, то это старинное сооружение будет в любом случае радовать наш глаз, пусть и не работая по тому назначению, для которого было бы назначено раньше. Ну, единственное вот различие, которое такое серьезное мы увидели, это то, что вот эти вот флигеля, они идут вот так вот по периметру вокруг этой башни, поэтому здесь, ну, скажем так, она чуть более, наверное, навороченная. Ну вот, пожалуй, и все, закончилась моя эпопея по тайскому русскому водоводам, я рассказал вам по максимуму, что хотел, что смог, я надеюсь, вам было интересно, вы уяснили для себя что-то новое, мошка лети отсюда, и, в общем, не соскучились у меня на канале, так что лайкаем, подписываемся, ну и ждем следующих видео. Ну да, для тех, кто забыл, с вами был МШ. МШ.